Видео подготовлено онлайн-библиотекой MyBook. Более ста тысяч книг, удобный сайт и мобильные приложения для iOS и Android. Множество книжных подборок, рейтингов и рекомендаций на любой вкус. MyBook читать удобно где угодно. Действие происходит в немецком курортном городке Рулетенбург. Главный герой романа Алексей Иванович, учитель в семье генерала Загорянского. У генерала есть двое детей, Миша и Надя. Также вместе с ними проживает и падчерица Полина Александровна. Загорянский отправляет Алексея Ивановича в Париж за деньгами. Полина тайно просит учителя заложить ее бриллианты, поскольку она тоже нуждается в финансах. Спустя две недели герой возвращается. Чуть позже он встречает своего близкого друга, англичанина Астлея. Товарищ знакомит Алексея с многоуважаемым маркизом Дегрие. Семья генерала ждет известия из России о смерти больной тетки Антониды Васильевны. Все дело в том, что генералу полагается большое наследство, которое поможет рассчитаться со всеми долгами. Полина говорит Алексею, что он привез слишком мало денег. Поэтому девушка хочет, чтобы учитель выиграл их для нее в казино. Алексей Иванович до этого никогда не играл в рулетку. Но на первых порах ему везет, и герой выигрывает небольшую сумму. Все деньги он отдает Полине. Она возвращает ему половину выигрыша и говорит, чтобы Алексей продолжал играть в рулетку. Молодой учитель уже давно влюблен в падчерицу генерала. Девушка понимает это и поэтому всечески помыкает им, заставляя выполнять ее прихоти. Единственный человек, который хорошо относится к Алексею Ивановичу, это его друг Астлей, который также влюблен в Полину. Все остальные люди из окружения генерала смотрят на учителя свысока. Особенно пренебрежительно к нему относятся французы граф Дегрие и мадемуазель Бланш. Герой узнает, что Загорянский уже давно задолжал 30 тысяч Дегрие. Ходят слухи о том, что Маркиз очень богат, как и его кузина Бланш. Генерал ей крайне очарован. Астлей же думает, что между Дегрие и Бланш нет родственных связей. Он делится своими предположениями с Алексеем и думает о том, что они могут быть мошенниками. Вероятно, они также ждут наследства тетушки Антониды и хотят завладеть большой суммой, обманув генерала. Алексей Иванович вновь отправляется играть в рулетку по приказу Полины. Он видит, что те, кто старается все просчитывать, все равно проигрывают, так же, как и те, кто делает ставки наугад. Но учителю снова везет. Только на этот раз он не уходит с выигрышем, а ставит все заработанные деньги вновь. В итоге Алексей остается ни с чем. В казино его замечает мадемуазель Бланш и позже рассказывает об этом за обедом. Генерал расстроен тем, что учитель поддался столь пагубному увлечению. Герой, в свою очередь, не рассказывает о том, что играл на деньги Полины Александровны. Девушка признается учителю, что ранее, как и генерал, одолжила приличную сумму и сейчас ей нечем расплатиться. Алексей хочет помочь возлюбленной и потому собирается ставить на кон свои деньги. Полина спрашивает у учителя, не хочет ли он тем самым ее купить. На что герой отвечает, что делает все это только из-за любви к ней. Он готов пойти на все и даже убить человека. Тогда девушка решает позабавиться и предлагает Алексею подойти к баронессе Вурмергельм и неуважительно к ней обратиться. Герой выполняет желание возлюбленной и говорит старой даме, что готов стать ее рабом. Это вызывает большой скандал. Загорянский вызывает учителя к себе и ругает его за совершенный поступок. Генералу пришлось долго успокаивать супруга баронессы и теперь он вынужден уволить Алексея. Но молодой учитель говорит, что сам извинится за свой поступок. Таким образом, он хочет доказать всем, что они зря относились к нему столь пренебрежительно. По просьбе генерала Алексея посещает Дегрие. Он пытается отговорить героя от подобного шага и думает, что барон не примет извинений от учителя, что только усугубит ситуацию. Но Алексей стоит на своем, он хочет заручиться поддержкой друга Астлея и сделать все так, как считает нужным. Перед уходом Маркиз отдает учителю записку от Полины. В ней девушка настаивает на том, чтобы герой остановился. Алексей не понимает, почему девушка сама толкнула его на поступок, а теперь не дает ему совсем разобраться. Учитель встречается со своим другом. Герой недоумевает, почему вокруг этой ситуации поднялась такая шумиха. На что Астлей рассказывает ему о случившемся три года назад. Госпожа Бланш тогда также отдыхала в Рулетенбурге. Кузена Дегрие с ней тогда не было, но мадемуазель сопровождал какой-то итальянский князь. Когда же он проиграл и остался без денег, Бланш познакомилась с польским графом. Спустя какое-то время он также остался без денег и француженка переключилась на барона. Но баронесса не позволила ей что-либо сделать и добилась от властей, чтобы авантюристку выгнали из города. После чего полицейские выполнили ее просьбу. Алексею неясно, почему Астлей не предупредил генерала о натуре Бланш. На что друг рассказал ему, что и Полине из Горянскому и так все известно. Но генерал настолько влюблен в мадемуазель, что даже не хочет об этом думать. Позже Алексей и Астлей возвращаются в гостиницу и замечают необычную суету у входа. Оказывается, что в Рулетенбург приехала Антонида Васильевна, тетушка, известия о кончине которой так ждала семья генерала. Ей было известно о том, что все ожидают ее смерти. Именно поэтому старушка приехала на курорт, как только ей стало немного лучше. Она явилась без предупреждения, чем очень всех удивила. Пожилая дама заняла самые дорогие апартаменты и попросила учителя всюду ее сопровождать. Сразу с дороги бабушка, как ее здесь ласково все называют, отправляется в казино. По пути она раздает всем приказы, задает бестактные вопросы и интересуется всем вокруг. Поскольку Антонида Васильевна никогда раньше не была в казино, Алексей объясняет ей, как играть в рулетку. Узнав, что ставка на зеро увеличивает выигрыш в 35 раз, пожилая женщина ставит только на нее. Поначалу старушка проигрывает, но Алексею так и не удается переубедить ее изменить ставку. Вскоре бабушке улыбается удача и она выигрывает приличную сумму денег. Затем они вместе с Алексеем Ивановичем возвращаются обратно в гостиницу. Антонида Васильевна не жалеет денег. Она дает большие чаевые прислуги и обещает дать всем своим служанкам на платье. Алексею старушка советует всегда ставить на зеро и одалживает ему 50 золотых. Тем же вечером пожилая дама хочет вновь отправиться в казино. Генерал, Дегрилье и Бланш думают, что она может проиграть там все наследство и волнуются о своих деньгах. Они просят Алексея Ивановича отговорить старушку от азартных игр. Антонида Васильевна играет до последнего и теряет все деньги. Она хочет обменять банковские билеты, чтобы отыграться. Бабушка едет в банк и по дороге встречает Загорянского, Бланша и Дегрилье. Генерал хочет отвлечь старушку от рулетки и приглашает посмотреть достопримечательности. Но это не помогает. Антонида Васильевна меняет в банке круглую сумму и приказывает отвезти ее обратно в казино. Там она снова все проигрывает. Пожилая дама сильно злится, ведь теперь у нее нет средств, чтобы вернуться в Москву. Бабушка отправляет Алексея вновь менять банковские билеты. Но получив деньги, она больше не хочет уезжать. Женщина в очередной раз отправляется играть в рулетку в надежде отыграться. Герой отказывается сопровождать старушку, но она добирается до казино своими силами. Все заканчивается тем, что Антонида Васильевна снова все проигрывает. На другой день бабушка опять едет в казино. На этот раз она проигрывает целое состояние – 90 тысяч рублей. Это были последние деньги, которые она привезла с собой из России. Старушка решает взять взаймы у Астлея, чтобы добраться до дома. Англичанин соглашается и дает ей денег в долг. Бланш, наблюдая за тем, как богатство обходит генерала стороной, теряет к нему всяческий интерес. Поскольку она не находит другого богатого мужчину, мадемуазель подумывает о том, чтобы вернуться во Францию. Загорянский в отчаянии. Он просит Алексея уговорить Бланш не уезжать, но это бесполезно. Де Грие уже покинул город, а генерал заложил все свое имущество. Теперь учитель даже не может заплатить за свой номер в гостинице. Он провожает Антониду Васильевну в дорогу. После чего, вернувшись в свои апартаменты, встречает там Полину. Возлюбленная показывает ему письмо от Де Грие. Там говорится о том, что маркиз едет в Россию, чтобы продать все имущество Загорянского. Он также пишет о том, что генерал потратил все наследство Полины в размере 50 тысяч рублей. Де Грие вернул ему закладную на ту же сумму и посоветовал девушке отсудить у отчима свои деньги. Полина в ярости от произошедшего. Она говорит, что бросила бы эти 50 тысяч маркизу в лицо. Внезапно Алексей Ивановича посещает озарение. Он говорит девушке ни о чем не беспокоиться, а сам бежит в казино. Там ему удается выиграть 200 тысяч рублей. Учитель отдает возлюбленные 50 тысяч, чтобы она могла вернуть их Де Грие. Но Полина не желает брать деньги даром. Алексей уверяет ее, что готов ради любви к ней отдать все, что у него есть, и даже свою жизнь. После бурных диалогов и обсуждений девушка остается ночевать в номере учителя. На следующее утро она хочет получить заработанные деньги. Алексей отдает ей нужную сумму и говорит, что любит ее. Но в ответ Полина бросает ему 50 тысяч в лицо и убегает. Позже герой находит ее у Остлея. Но англичанин не пускает учителя к ней и говорит, что девушка больна. Вернувшись в гостиницу, Алексей встречает бланш, который зовет его ехать в Париж. Недолго думая, герой соглашается. Мадемуазель нисколько не интересует Алексея. Их роман он воспринимает как простую интрижку. Герой не задумывается о деньгах и поэтому отдает бланш половину суммы, а вторую половину они прогуливают за три недели. В Париже пара встречает Загорянского. Генерал долгое время тосковал по бланш, но теперь оправился. Позже Алексей узнает о том, что Остлей оплатил все счета генерала в отеле и забрал с собой Полину вместе с детьми. Бланш желает обвенчаться с генералом. Ей хочется стать генеральшей и статусной дамой. В этот момент вновь приходит известие о том, что Антонида Васильевна при смерти. Генерал и бланш играют свадьбу, после чего Алексей возвращается в Германию. Он намерен вновь начать играть в рулетку. Спустя полтора года бывший учитель все так же продолжает играть. За это время он набрал и раздал кучу долгов. Ему приходилось работать и лакеем, и секретарем. Однажды, прогуливаясь по городу, он случайно встречает Остлея. Друг делится с Алексеем всеми событиями, что произошли за это время. Какое-то время Полина и дети жили у родственников Остлея в Англии. Сейчас она живет в Швейцарии. Девушка получила нужную часть наследства после смерти Антониды Васильевны. Дети генерала в данный момент учатся в Лондоне. А сам Загорянский не так давно умер где-то в Париже. Англичанин также открыл Алексею секрет, что Полина все это время любила его. И сейчас ждет его в Швейцарии. Но Остлей не думает, что учитель когда-нибудь сможет приехать к ней. Ведь он игрок, а казино никогда не отпускает своих игроков. Игроков. Субтитры сделал DimaTorzok